В эфире программа 112 в студии Иван Никонов. Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка у МВД по Ненинскому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории округа зарегистрировано 18 преступлений. По 13 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Всего административных правонарушений зарегистрировано 209. 9 единиц оружия изъято сотрудниками полиции у граждан. За прошедшую неделю на территории округа совершено 16 дорожно-транспортных происшествий без причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудниками ГИБДД составлено 136 административных материалов. Это три водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два водителя без права управления и один водитель, ранее лишенный права управления. На территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход», направленное на соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. По итогам данного мероприятия сотрудниками ГИБДД составлено 8 административных протоколов как на граждан, так и на водителей. В дежурную часть УМВД России по НАУ поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов по улице Ленина в Сокольном этаже реализуется парфюмерная продукция с признаками контрафактности. В ходе проверки информации с сотрудниками полиции изъято 307 экземпляров косметической и парфюмерной продукции. А также сотрудниками полиции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Доложеник». Полицейскими проверено 266 адресов, выдано 155 квитанции об уплате штрафов, проведено 89 профилактических бесед и в настоящее время уже поступило 8 квитанций об уплате на сумму 4 110 рублей. В коррупционной истории, фигурантом которой стал бывший начальник ОБЭП окружной полиции, появляются новые подробности. Напомню, Сергей Савельев обвиняется в совершении преступления, получения через посредника взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2015 года сотрудник полиции, обладая служебной информацией о проводимых оперативно-розыскных и проверочных мероприятиях, в отношении двух предпринимателей через посредника потребовал передачи ему взятки и имущества на общую сумму 4 миллиона рублей, угрожая в противном случае уголовным преследованием за преступления, якобы совершенные предпринимателями в сфере экономики. После передачи части взятки в размере 1 миллиона рублей посредник был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ по Архангельской области. В последующем был задержан и Сергей Савельев. Оба фигуранты уголовного дела будут находиться под стражей до 16 февраля. Наринмарский городской суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Наринмарского межрайонного следственного отдела и наложил арест на имущество, принадлежащее Сергею Савельеву. Речь идет о земельном участке площадью 700 квадратных метров и помещении общепита. Оба объекта расположены в Сочи. Практически каждый второй звонок в службу 112 в Ненецком автономном округе является ложным, либо представляет детскую шалость. Об этом свидетельствует статистика службы в 2015 году, которую обнародовал Комитет гражданской обороны Ненецкого округа. За прошедший 2015 год в службу 112 поступило порядка 20 тысяч звонков, из которых примерно 8 тысяч ложных, полторы тысячи детская шалость, справочных звонков было порядка двух тысяч, а 8 тысяч звонков еще связано с проблемами по жилищно-коммунальному хозяйству. Все остальные это реальные вызовы экстренных оперативных служб. В 2015 году в Ненецком округе за наркопреступления привлечены к уголовной ответственности 11 человек. В минувшем году сотрудниками уголовного розыска Управления МВД по Ненецкому автономному округу выявлено 32 преступления в сфере незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и сбыта наркотических веществ. Как сообщает пресс-служба управления, из незаконного оборота изъято 32 грамма наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечены 11 человек. Еще 20 граждан привлечены к административной ответственности. Составлен 21 административный протокол. Суд приговорил пьяного водителя-рецидивиста из Наринмара к реальному сроку заключения. Мировой суд судебного участка номер 2 Ненецкого автономного округа вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Наринмара Антона Куркина. В сентябре 2015 года Антон Куркин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортным средством, вновь сел за руль своего автомобиля. Двигаясь по улице Первомайская в Наринмаре, он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Приговором суда Антону Куркину с учетом непогашенной судимости и наличием рецидива преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством на три года. Ранее суды НАО приговаривали пьяных водителей-рецидивистов, как правило, к обязательным работам. Стабильная оперативная обстановка в Ненецком округе и 70% раскрытых преступлений. Создание народных дружин по территории всего Ненецкого округа и заметные успехи в борьбе с нелегальным алкоголем – таковы итоги работы окружных полицейских за 2015 год. Данные были озвучены на коллегии управления внутренних дел. Начали по традиции с ручения полицейским очередных званий. Отличившихся в службе отметили ведомственными наградами. Сразу после с итоговым докладом выступил исполняющий обязанности управления МВД Сергей Сахаров. Глава ведомства сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 848 преступлений. В целом же оперативно-служебной деятельности управления дана положительная оценка. Неплохих результатов полицейские добились в сопровождении уголовных дел по налоговым преступлениям, благодаря чему более 160 миллионов рублей были возвращены в бюджет разных уровней. Изъято порядка 15 тысяч литров нелегального алкоголя. Это была программа 112. В студии был Иван Никонов. И я прощаюсь с вами до следующей недели.